Сильнейшая метель бушует в Алтайском крае второй день подряд. Так, накануне начали закрывать одну за другой трассы. Большегрузом запрещалось выезжать даже на Чуйский тракт. Был перекрыт участок от Новоалтайска до Бийска. А для всего, без исключения транспорта, закрывали еще пять дорог, в том числе по направлению в Казахстан из Миногорск. Метель принес так называемый циклон Ольга, который ранее вызвал сильнейшие снегопады в Москве и на Урале. В нашем крае готовиться к приходу непогоды спасатели начали заранее. С четверга ситуацию на контроле держит МЧС. Оперативная группа спасателей работает в Поспелихинском районе, где наиболее вероятен риск возникновения происшествий. Еще одна группа находится в Аллейске. А сотрудники специализированной пожарно-спасательной части продолжают дежурить в Троицком районе. Для большегрузного транспорта на дорогах края организовали 14 стоянок. Шесть вдоль Чуйского тракта, еще шесть по дороге Барнаул-Рубцовск и две стоянки под Барнаулом и Павловском. К другим темам. В Барнауле на неделе подвели промежуточные итоги подготовки к выборам президента. В регионе обучили несколько тысяч кандидатов-наблюдатели. В общественном штабе наблюдения за выборами рассказали, что первый этап обучения успешно завершен. На сегодняшний день охвачены все участки, а их 1684. Кандидаты изучают теории, а также учатся принимать решения в нестандартных ситуациях. Четыре команды преподавателей в течение двух месяцев колесили весь Алтайский край. Более 50 было сделано поездок. Обучено количество наблюдателей, которое позволяет закрыть практически все участковые комиссии с достаточным резервом. Разбирали практически какие-то ситуации, которые были на территории Алтайского края. Разбирали способы борьбы с фейками, способы реагирования на нарушения. Также в Барнауле обсудили электоральные перспективы. По словам экспертов, явка на выборы будет высокой. При этом сегодня на активность избирателей не особо влияют такие банальные факторы, как плохая погода. Многие граждане, особенно молодежь, планируют сделать выбор с помощью электронного голосования. Сами понимаете, в рамках актуализированной внешней повестки, в рамках того блока, как у нас сейчас принято говорить, вызовов стоящих перед обществом и с повесткой консолидации, о которой все говорят, ну тут и явка, и результаты будут, сами понимаете, на уровне прошедших выборов, как минимум. Многие специалисты говорят, что контур 80 – это то, что объективно. Добавим, что Центральная избирательная комиссия на неделе сформировала окончательный список кандидатов в президенты. Это Владислав Дованков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и нынешний президент России Владимир Путин, который идет на выборы самовыдвиженцев. Подробнее о кандидатах и о тех, кому ЦИК отказала в регистрации, расскажет наш эксперт Сергей Асеев. «Если говорить о электоральных перспективах, то в начале этого этапа было понятно, что более 30 анонсированных заявок на выдвижение, понятно, что большая часть из них носила, по сути дела, фактор просто создания информационного повода, тем более было так много самовыдвиженцев, более 20 человек, понятно, что это был классический локальный самопиар. После того, как организационных заявок, по сути дела, осталось 11, стало понятно, что здесь уже можно рассматривать три составляющих. Это те кандидаты, которые пройдут в безусловном порядке и будут привязаны к своим парламентским партиям. То есть, по сути, регистрационным пакетом документов мы видим, прошли кандидаты КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Понятно, что их электоральные перспективы во многом привязаны как к субъективному потенциалу этих кандидатов, так и к потенциалу партии. И здесь приходится констатировать, что в рамках ЛДПР господин Слуцкий вынужден закреплять себя в качестве нового лидера партии, он обязан участвовать и он обязан действительно себя в рамках имиджевой кампании показать, как непосредственно тот лидер, который идет на замену ушедшему Владимиру Вольфовичу. «Новые люди» – это, опять же, по сути, исходя из такого словосочетания, это новый проект, который себя позиционирует в качестве устоявшегося и теперь уже стабильного игрока в рамках политической арены. Если говорить о КПРФ, то господин Харитонов имеет уже опыт замещения лидера партии на президентской кампании. Это 2004 год, когда здесь, по сути дела, специалисты многие проводят монологии, что кампании очень похожи, когда, понимая, по сути дела, безальтернативность лидера в качестве самого популярного и на порядок опережающего других конкурентов против действующего президента выставляются, ну, извините, даже не лидеры первого уровня. Результаты Харитонова в то время были не более 17%, понятно, что 13%, прошу прощения, процентов. Сам Зюганов набирал как раз 17% в рамках своих электоральных кампаний на уровне президентских выборов. И последний цикл, когда мы видели Грубдинина, там рейтинг КПРФ опустился до 11%. Понятно, что в современных условиях, ну, очень сложно претендовать им на высокий электоральный результат. По аналогии, опять же, повторяюсь, с рейтингами популярности президента. Говоря о других проектах, то, что мы сейчас видим, регистрируется, опять же, господин Надеждин. Тоже очень интересная ситуация, когда сдаются подписные листы, дальше на сегодняшний момент уже возник вопрос к качеству собранного материала. Результат основного кандидата, ну, даже по молодежи, извините, рейтинги не намного ниже ФОМ Официума. Сами понимаете, в рамках актуализированной внешней повестки, в рамках того блока, как у нас сейчас принято говорить, вызовов стоящих перед обществом и с повесткой консолидации, о которой все говорят, ну, тут и явка, и результаты будут, сами понимаете, на уровне прошедших выборов. Если возвращаться к его партийному проекту, который в 2018 году представляла более популярная и раскрученная Ксения Собчак, то там рейтинг 1,7%, ну, это тоже, как бы, по сути дела, тот контур мобилизации, который этот проект партийный мог себе позволить. Жители края смогут быстрее получать необходимую помощь в диагностике и лечении онкозаболеваний. В регионе заработал пилотный проект по созданию специальной службы сопровождения пациента. Ее основная задача – сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медицинской помощи. В проекте участвуют четыре медучреждения – Алтайский краевой онкодиспансер, городская поликлиника номер 3, Каменская межрайонная больница и Троицкая ЦРБ. Любой врач этих учреждений, независимо от его специализации, подозревая злокачественные опухоли у пациента или наличие у него высокого онкориска, будет оперативно передавать информацию специальным координаторам. Последний – направлять пациентов к онкологам для диагностики или лечения в течение трех дней. Среди задач новой службы сопровождения онкобольных – обзвон пациентов для записи на уточняющую диагностику или госпитализацию. Во время самой терапии специалисты службы будут следить за состоянием больных. В том числе при проведении курса химиотерапии и в перерывах между циклами. Наблюдение продолжится и по завершению лечения – в ремиссии. На каждого пациента будет сформирована индивидуальная маршрутная карта диспансерного наблюдения, которую пациент получит на руки. Она уже есть. На все локализации опухолей. И причем, соответственно, в первые три месяца, в первый визит он должен получить обследование тета, и они обязательно для исполнения. Врачи надеются, что благодаря реализации нового проекта сократятся сроки обследования на онкопатологии и, соответственно, улучшится качество медицинской помощи. Добавим, если новая служба покажет хорошие результаты, к июлю к проекту подключатся все без исключения поликлиники и больницы края. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Большая часть пациентов 5-го филиала военного госпиталя Министерства обороны России в Олейске – участники спецоперации. Надолечивание бойцов при необходимости отправляют в регион, откуда они были призваны. В Алтайском крае этот госпиталь – единственное медицинское учреждение, принимающее участников СВО. В нем побывала наша съемочная группа. Его засек дрон во время установки радиосвязи. Мина летела беззвучно. Парень поспешил в блиндаж, но ему не хватило нескольких секунд. Так Алексей Добродский из Тогульского района получил свое второе ранение. Первым был осколок в спину, в этот раз – в ногу. У меня был большой осколок под коленным суставом. Здесь 2 на 3 сантиметра, точно помню по документам. Мне его изъяли, потому что он остриен прям к сосудам, в сторону сосудов смотрел. Его очень близко было распорожено, и к нервным окончаниям, и к артерии. Короче, была вероятность того, что я вообще мог ногу потерять. Хирурги сделали все, чтобы сохранить парню ногу. Кровотечение было остановлено, но ожидая эвакуации после минометного обстрела, парень получил обморожение пальцев. Сейчас Алексей наблюдают врачи военного госпиталя «Валейский», единственного в крае, где лечат участников СВО неуволенных в запас. После экстренной помощи в центральных госпиталях бойцов приводят на долечивание в регионы. Здесь это либо легкие, средние, так скажем, ранения, условно, если можно их так назвать, повреждения, требующие, не требующие, точнее, длительных сроков лечения, нахождения в стационаре. Есть пациенты, конечно, с многоэтапным лечением, то есть где ряд периодов лечения в стационаре, каких-то оперативных вмешательств. Дома Алексей ходил на привязке, но нога заживала плохо. Он обратился в общественную приемную депутата Госдумы Александра Прокопьева, чтобы разобраться, где он может получить лечение, как участник СВО. В результате хирурги из Олейского госпиталя пригласили его на консультацию и предложили пройти курс в стационаре. Александр Прокопьев, приехав в Алтайский край на региональную неделю, навестил Алексея в госпитале. Очередной этап лечения, который мы сейчас проведем, он не финальный, то есть будет еще в дальнейшем реабилитация. Каждый боец должен чувствовать не только внимание государства, но и внимание и заботу тех людей, от которых зависит решение его проблем. Поэтому я искренне признателен и благодарен тем людям, которые сегодня помогают Алексею Добросскому встать на ноги. Александр Прокопьев передал Алексею и всем пациентам витаминный подарок. Несколько ящиков мандаринов, конфеты, чай и телевизор для досуга выздоравливающих. Его в этот же день повесили в столовой госпиталя. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Сельхозпроизводители начали подготовку к посевной. В феврале начинается активная фаза по отбору семенного материала. Чтобы рассчитывать на богатый урожай, семена исследуют в специальных лабораториях. По каким параметрам их проверяют и какие нововведения вступили в силу в сфере, узнавала Анастасия Дороган. Посевная на низком старте. Главная подготовка к ней сейчас ведется в лабораториях, где специалисты проверяют самые ценные семена. Соя, как правило, часто дружно всходит и быстро. Спустя 3-4 дня уже можно дать результат. Уже нечем доращивания оставлять. А здесь уже энергия, в принципе, под 100. Энергия прорастания – один из важных критериев. Эта слоя, считай, его прошла. Образцы культур помещают в термостат. И спустя нужное количество дней проверяют, как ведут себя семена, и высчитывают средний показатель по нескольким пунктам. Схожесть, заселенность с вредителями, влажность, масса тысячи и чистота, конечно. Чистота, наверное, это наиболее такой распространенный результат, когда бывает отрицательный. Если по чистоте семена не идут, сельхозпроизводитель может подработать семена, и они станут соответствующие ГОСТу. Но сложнее, конечно, со всхожестью. Семена проверяют и на ГМО. Осенью 2023-го вступил в силу закон, сделавший это исследование обязательным. Кстати, в прошлом году в Алтайском рапсе выявили ГМО. Рапсы соя – самый проблемный в этом плане культуры, но проверяют всех. В лаборатории краевого филиала Центра оценки качества зерна с начала января испытали уже сотню проб. Семена на исследование специалисты отбирают с нескольких мешков, чтобы проба была равномерной и объективной. Для того, чтобы более-менее объективно получить анализы, нужно взять определенное количество мешков. Фасуют мешки, там, тысячу мешков. Набрали первый мешок. А первый мешок, допустим, набирают с силоса или с чего-то. Там могут быть остатки другой продукции, либо ссора какой-то вниз опускается, либо еще что-то. Этот чуб надо уровнивать. То есть он берет со всей глубины. Вот так он выглядит. Высыпаем. Работы в полях начнут уже через пару месяцев. Кстати, сейчас больше половины семян, которые используют алтайские фермеры, отечественные. Региональный минсельхоз пока не сообщает плана на посевную. Но министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев заявил, что в 2024-м общая посевная площадь будет увеличена на 300 тысяч гектаров. А в Алтайском крае она одна из самых больших в России. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Импортные машины могут снова подорожать. Причина – изменение правил ввоза в Россию автомобилей по параллельному импорту. Предполагается, что при ввозе машины будет доначисляться разница в размере таможенного сбора, что отразится на конечной цене. Последние тенденции авторынка обсудили эксперты на дискуссионной площадке «Время трендов». Тему продолжит Валентина Аскерова. Рост цен на автомобили за последние несколько лет достиг рекордных скоростей. Стоимость новой отечественной машины может достигать 3 миллионов рублей. Импорт на китайского бренда – 5 миллионов. Прайс неприлично завышен и уже сравнялся с ценами на квартиры в Барнауле. Объем продаж упал, многие водители присматриваются к поддержанным авто. Но и там цифры зашкаливают. Наблюдается некий такой хаос, я бы его так сказал. Даже в нашей любимой вторичке. Ну, то есть, ну, все видят, да, куда уже цены улетели, там, вообще невероятные какие-то цифры, там, вторичка стоит, да, там. Обычная наша привычная машина, которая там стоила всю жизнь, там, 900 тысяч, там, мы ее могли себе позволить купить, она почему-то сейчас уже полтора стоит. Вот. Ну, в общем, вот такая вот тут картина непонятная. Вторичка дорогая, привычка неподъемная. В ближайшее время импортные машины станут еще дороже. Параллельный импорт могут закрыть. Сегодня завозить авто по параллельному импорту намного дешевле через страны Евразийского экономического союза, а не напрямую. Получается, что деньги идут мимо российского бюджета. 1 апреля решено лазейку закрыть. Предполагается, что при ввозе в Россию будет доначисляться разница в размере таможенного сбора. Это попытка защитить рынок, сформировать вот этот самый цивилизованный рынок, чтобы машины продавались через дилеров. Но мы живем в России, где наличие жестких законов подразумевает необязательное их исполнение. Как везли серяг, будут везти. Еще одна проблема, которую поднимают автоэксперты – отсутствие выбора на российском авторынке. Европейские, корейские, американские, японские машины из-за санкций ушли, официально зашли китайские. Планы у Поднебесной продать россиянам в этом году 1,3 млн машин. Потенциальных покупателей при таком раскладе волнует не только цена вопроса, но и качество обслуживания автомобилей китайского бренда. Но при этом сервиса, аналогичного европейским брендам и корейским, и японским, его нет. Соответственно, доступность к информации нулевая и к запчастям. Возможно, какое-то время будут выигрывать официальные дилеры, потому что у них этой информации больше. Но мне кажется, она тоже не стопроцентная. Потому что мы точно знаем, что у официальных дилеров, каковыми себя называют автосалоны, точно есть проблемы с наличием запчастей. То, что касается автомобилей наших, непосредственно я могу сказать только за свою марку. Это Exit и Dongfang. На сегодняшний день проблем с поставками запасных частей у нас нет. Естественно, есть детали, которые реже пользуются спросом. Там будет срок поставки. Ну, допустим, к примеру, у нас вышла новая модель RX. Машина попадает в аварию. И в течение двух недель мы привозим запчасти. Автоблогеры поясняют, что некоторые дилеры не так оперативно привозят запчасти. Сроки достигают порой двух месяцев. Тем не менее, китайские машины в России крайне популярны, отмечают эксперты. У них, конечно, нет философии, как в европейских или американских. Но она со временем появится. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком. И еще к одной теме, связанной с автомобилями. В Барнауле вот уже больше года продолжают расследовать многомиллионное мошенничество в автосалонах. По предварительным данным, насчитывается свыше 120 потерпевших. Но специалисты говорят, дело очень сложное, поскольку трудно собрать неопровержимую доказательную базу. А между тем, пострадавшие считают, что их наглым образом развели, оказывая психологическое давление. Люди в итоге подписывали кабальные кредитные договоры на машины с большим числом дефектов. Подробности криминальной истории, в которой, возможно, замешана организованная преступная группа, в специальном репортаже Юлии Щепиной. Резьба вырвана вот с этих двух. Резали по новой. Масло ручьем бежало. Такой автомобиль 2013 года выпуска в феврале 2023-го приобрел житель Барнаула Виктор Чернышов в одном из злополучных автоцентров. Возможно, одной сети. В данном случае речь идет о Новосибирске. Там вместо обещанной цены в 240 тысяч рублей мужчина попал на более крупную сумму. Они сказали по 4,5 процента, а оказалось по 21 процент. Вот и вышло у меня почти полтора миллиона. Вот это ржавая корыта. Ржавая корыта потребовала вложений уже на следующий день. Виктор устранил течь масла двигателя, перебрал подвеску, поменял тормозные колодки. Расходы мужчина по машине несет по сей день. И ежемесячно платит кредит больше 20 тысяч рублей. Потерпевший рассказывает, сотрудники салона были очень заботливы, убеждая его в том, что для одобрения кредита нужно обязательно приехать в автоцентр. Приезжаем. Они начали нам... Вот один автомобиль пригнали. Я говорю, я приехал за Лифана. Еще более вопиющая ситуация произошла с жительницей Барнаула Еленой Посельцевой. 22 марта 2022 года она поехала в салон. Присмотреть новое авто и обменять свой старенький Шевроле Ланос по трейдину. Интересовалась Рено Сандера. Есть, повели на стоянку тут, это самое, за автоцентром. Посмотрела я, там стояла Сандера. Я сразу говорю, вот это вот давайте посмотрим. Они сейчас, сейчас, сейчас. Пойдемте туда посмотрим, пойдемте сюда посмотрим. Женщина говорит, и тут меня начали мариновать. Подождите час, два, три, при этом каждый раз используя различные отговорки. Предлагается сразу, что автомобиль находится где-либо в хранилище в каком-либо. Предлагают подождать, предлагают там чаек, кофе попить, да. Предлагается банк выбрать пока, если автокредит планируется взять, документы оформлять. И эта процедура длится, наверное, в течение там нескольких часов. Пять-шесть часов. К обеду пригнали Лифана. Весь грязный, немытый. Вот, посмотрели его. Не удовлетворил он меня. Мы его сейчас приведем в порядок. Угнали. Машина убитая, рассуждал мужчина, но за 240 тысяч рублей пойдет. А у Елены Посельцевой забрали старую машину, а пригнали совсем не ту, что она хотела. Вот время уже 12 ночи. Я говорю, так время-то. Я говорю, я во сколько отсюда поеду? Все, все, пойдемте посмотрим машину. Уже мы все на мойку загнали. Я захожу, там Volkswagen Polo стоит, 20-го года. Я говорю, ну мы вообще-то на другую машину договаривались. Вам уже кредит под эту машину одобрили? Ситуация, она везде, я рассказываю, она одинаковая. По таким салонам вручается договор. Потребитель осматривает, читает договор. И отдает его, говорит, ну да, в принципе, я готов на подписание. Давайте оформим кредитное обязательство. Если человек начинал вдруг сомневаться, говорит юрист, шло в ход психологическое воздействие. Людей буквально брали измором. И вынуждали подписать договор на покупку авто, зачастую с большим числом дефектов. А иногда и вовсе в неисправном состоянии. При этом сотрудники автосалона подсовывали расписки о дееспособности покупателя. А у Виктора в начале сделки еще и паспорт забрали. Время уже позднее, думаю, ехать далеко еще. Ну вот они мне до закрытия протянули, договор всунули. Ты же его читал, подписывай. Давай листочки мне переворачивать. А я уже никакой инвалид второй группы, сутки 12 часов просидел там, голодный как это. Как наш герой подписал документ, уже не посмотрел, потому что ему уже сначально был проект предоставлен. Он же его читал, и цена его устроила, и дефекты, которые там были, он был согласен. И когда ему уже другой, можно сказать, договор дали, то там цена была 870 тысяч рублей. И кредитное обязательство, естественно, вот на эту сумму, плюс страховка, ну, как все полагается, весь пакет услуг, который предоставляется этим салоном. Елена Посельцева, правда, обратила внимание на годовой процент в кредитном договоре. Два менеджера подключились. Все, давайте. Я говорю, ну дайте хоть посмотреть, что там написано-то. По чем я буду подписываться-то? Они тут первую сразу страницу смотрю, написано. 50 процентов. Я говорю, да вы что, а фонарили? Ночь, офисы с плохим освещением, плохое зрение и усталость. В итоге женщину убедили подписать договор. А вещи и рабочий инструмент сотрудники салона уже успели переместить из старой машины в новую. Они уже тут конкретно начали давить, если не подпишите, пешком отсюда пойдете. Что в итоге обалденный кредит. Стоимость машины, когда уже конкретно дома начала читать документы, миллион триста с копейками. И на сколько лет? Ну, как они обещали на словах-то, на пять лет. В итоге оказалось на восемь лет. По словам Елены, она платила кредит по 43 тысячи сто рублей в месяц. Пока через полгода не позвонил следователь и не сообщил, что автомобиль в угоне. Итог, машину забрали. Женщина осталась без транспорта и без работы. Ведь работа зависела от авто. Елена перестала оплачивать кредит. Однако следствие идет до сих пор и ничего пока не меняется, подчеркивает пострадавшая. Только к юристу Людмиле Жгун обратились около 40 жителей Алтайского края. Люди покупали авто в Барнауле, Новосибирске, Кемерове, Туле и Москве. По факту мошенничества алтайских автоцентров возбуждено больше 120 уголовных дел. Общая сумма ущерба около 40 миллионов рублей. Известно, что по делу о мошенничестве заочно предъявили обвинение самарскому предпринимателю Юсубу Искандарову. Он сейчас в розыске. Кроме того, арестовали женщину, которая по версии следствия юридически прикрывала мошеннические сделки. Также под стражей находятся два менеджера. Всем указанным лицам, кроме мошенничества, инкриминируют участие в преступном сообществе. А Искандарову создание ОПГ. Что касается Виктора Чернышева, его иск не удовлетворили. Суд отказал в расторжении договора с автосалоном. Уголовное дело очень сложно возбудить, потому что, а какое основание? Вы смотрели, вы подписали, вы должны были, вы обязаны были прочесть договор, в котором все условия описаны. Чаще всего жертвами мошенников, говорит юрист, становятся пенсионеры и люди, которые приезжают за автомобилями в одиночку. Эксперты советуют сохранять бдительность и избегать психологического давления. А также проверять машины на предмет ареста и угона. Расследование уголовного дела длится уже больше года. Правоохранители обещают прокомментировать криминальную историю ближе к ее завершению. Мы продолжим следить за ходом событий. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, День с толком. А вот одна из осужденных в край готова отправиться на СВО. Наш следующий сюжет о Дарье Бетюцкой, одной из участниц громкого дела на Алтае, которую приговорили к 10 годам лишения свободы за продажу кондитерского мака. После сюжета о Сергее Серенко, которого помиловал президент за участие в СВО, наша съемочная группа отправилась в женскую колонию и пообщалась с осужденной, которая пока может только мечтать о помиловании. Слезы даже не от осознания того, что много времени еще предстоит провести в колонии от пережитых воспоминаний. Несколько лет назад Алтайскую Троицу Сергея Серенко, Юлию Серенко и Дарью Бетюцкую приговорили в общей сложности к 26 годам лишения свободы за контрабанду и продажу кондитерского мака. В приправе нашли следы присутствия наркотических веществ. Судебный процесс проходил крайне эмоционально. Судья не рассматривала ходатайство фигурантов дела. Напряжение росло с каждым слушанием. На одном из последних, обвиняемой Дарьей Бетюцкой, понадобилась скорая помощь. Маковых наркобаронов посадили. Сергею дали 11 лет, Юлии 5, Дарьи, к которым мы сегодня приехали в колонию, 10. И вот уже два года женщина живет по режиму. А о прежней жизни напоминают лишь проколотые на воле уши. А сережки хотите надеть, когда выйдете? Конечно, у меня дома горсть. Приговор Дарья приняла, но справедливым его не считает. Она не понимает, почему не были рассмотрены ходатайства, которые доказывали ее правоту. Взять даже мое последнее ходатайство, которое я надеялась на положительный результат. Вот постановление Мишустина, в котором четко говорится, допустимая норма различных примесей и всего остального от килограмма составляет 15%, значит 15 грамм. В моем случае с килограмма достали 0,64 грамма. Это даже меньше половины грамма, которую невозможно рассмотреть. Вот за вот эти 0,64 мне дали 10 лет. В колонии женщине пришлось привыкать к новой жизни. Ранние подъемы, строгая дисциплина. Дарья постепенно свыклась с режимом, хотя, признается, было сложно. Наш цех находится далеко от туалета. Для того, чтобы туда выйти, нужно обязательно позвонить дежурную часть и отпроситься. Я просто встала и пошла без звонка. Но с тех пор я отзваниваюсь. В колонии Дарья ухаживает за территорией, работает на швейном производстве, шьет куртки участникам СВО. С 8 до 4 дня наш рабочий день продолжается. Помогает, на самом деле. Я люблю, когда у нас рабочие дни. Ты занят. Есть время уйти в себя, о чем-то своем подумать, о сыне. Сын женщины, 20-летний молодой человек, не так давно отправился на специальную военную операцию. Она готова, если будет возможность, отправиться вслед за ним. Если честно, дадут автомат, значит дадут автомат. Я готова абсолютно ко всему, потому что я знаю, куда я еду. Я бы хотела таким способом отмыть свою статью. Я не считаю себя виноватой, но если так сложились обстоятельства, я должна сделать все, чтобы вернуть все назад. Женщина уверена, что сможет, так же, как и Сергей Сиренко, выжить на СВО и вернуть себе жизнь. Если не получится отправиться в опасную зону, по женщинам осужденным еще решается вопрос, то Дарья надеется на условно-досрочное освобождение. 2029 год – ближайший срок, когда маковая узница может обрести свободу. А вот родственники погибшей Елены Подун запросили миллион рублей компенсации. На этой неделе прошло очередное заседание по громкому убийству, которое случилось в Барнауле в январе прошлого года. Впервые на процесс допустили журналистов. Правда, стороны по-разному отнеслись к присутствию прессы в зале суда. Подробности заседания в нашем сюжете. Подсудимый и его защита против видеокамер в зале суда. Прокурор не возражал. Сторона потерпевших отдала решение суде. Вердикт – все, что могло навредить детям убитой, уже рассмотрели. Сейчас время дополнений. Поэтому наша съемочная группа осталась следить за громким процессом. С учетом того, что дело в конце прошлого года решено было пересмотреть, сегодня по ходатайству прокурора вновь заслушали июньские показания эксперта, о судебно-медицинской экспертизе тела убитой. А также показания учительницы одного из детей, уже по ходатайству потерпевшей стороны. К слову, по словам педагога, от 5 июля прошлого года Елена Подун была человеком открытым и общительным. И в основном она забирала ребенка из школы и ходила на собрания. Адвокат потерпевшей стороны сегодня заявила ходатайство о возмещении морального и материального ущерба потерпевшему – это брат Елены Подун, а также двум несовершеннолетним детям, которые остались после смерти матери. Миллион рублей морального ущерба – сумма, которую просит удовлетворить потерпевшая сторона, а именно брат Елены Подун. Плюсом еще 246 тысяч материального, из них 150 пошло на организацию похорон и 96 на установку памятника сестре. На каждого из детей, оставшихся на попечении брата Елены, по 3 миллиона морального ущерба. Ни одного искового заявления подсудимый не отклонил. Возражение по приобщению искового заявления уточненного имеется? Я возражаю. Согласился Константин Подун и с возмещением средств на оплату услуг представителя потерпевшей стороны. Там фигурировала сумма в 92 тысячи рублей. Все документы и чеки приобщены к делу. Кстати, сегодня после года в СИЗО подсудимый внешне спокоен, хотя волнение и проявлялось. Все заседание он крутил в руках ручку. Прокурор сегодня попросил дать время на подготовку к премиям сторон, поэтому сегодняшнее заседание было решено перенести. Теперь оно состоится 19 февраля, где, собственно, и будут выслушаны премиям сторон. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. На этой неделе в России отмечали День науки. Алтайские вузы подготовили немало тематических мероприятий, о которых мы уже рассказывали на днях. Но самое время поговорить еще и о состоянии фундаментальной науки и перспективах молодых ученых нашего региона. Об этом в интервью с проректором по научной и инновационной работе технического вуза края Александром Беушевым. Как вы в целом оцениваете состояние фундаментальной науки и развитие научно-технической сферы в Алтайском крае? Я оцениваю ее достаточно высоко. Именно с точки зрения фундаментальной науки. Буквально сейчас я был на мероприятии, посвященном 300-летию российской науки. И там было озвучено очень много фундаментальных исследований, которые может гордиться наш край. Про свой вуз хочу сказать, что у нас тоже есть как фундаментальные, так и прикладные исследования. И если не учитывать наш самый крупный проект, про который мы можем поговорить отдельно, то у нас получается приблизительно 50 на 50 процентов. Это с точки зрения зарабатываемых средств именно фундаментальная наука, которая поддерживается государственными фондами и просто государством. И примерно столько же то, что у нас поддерживается реальный сектор в экономике. Расскажите об основных научных исследованиях, разработках, которые проводит ваш вуз. И кто здесь чаще всего выступает заказчиком? Государство или частные предприятия? Если говорить про самые крупные проекты, которые реализуются в нашем вузе, это получается проект SPAO-Кармаз. Здесь сложно сказать, кто его финансирует, государство или частное предприятие. Этот проект реализуется в рамках 218-го постановления правительства Российской Федерации, но при этом деньги на его реализацию нам выделяет именно ПАО-КамАЗ. Мы в прошлом году закончили основную часть этого проекта. И в этом году мы уже к концу года должны собрать два прототипа лесных машин для восстановления леса. Этот проект реализовался у нас в течение трех лет, и мы на нем заработали 245 миллионов рублей. Это самый крупный проект. Что же касается других государственных проектов, то у нас есть госзадание, посвященное разработке новых композиционных материалов на основе металлов и композитов на основе их. А также у нас госзадание на разработке новых продуктов питания. И здесь нужно учесть, что эти продукты питания у нас разрабатывают с учетом использования их в арктическом регионе. Раньше было так, что мы выходили с инициативы к предприятиям, закажите у нас исследования, какие-то внёкры и так далее. Сейчас акцент сместился, и предприятия приходят к нам и говорят, что у нас есть такая-то проблема, помогите нам её решить. Для нашего вуза сейчас одна из первостепеннических задач – это привлечение молодых ученых, привлечение молодых преподавателей для того, чтобы работать, развивать. И здесь нужно понимать, я уже к молодым ученым не отношусь, я уже давно, но я с ними общаюсь. Я прекрасно понимаю, что у них совершенно другой подход к той или иной тематике. Он очень интересный, он очень необычный, но самое главное – он результативный. Поэтому за молодой наукой у нас будущее. Какие еще технологии, разработанные в вашем вузе, вы считаете наиболее интересными, значимыми, может быть, для города? Наши дизайнеры, наши строители очень тесно сотрудничают с городом. И вот некоторые дизайн-проекты, архитектурные решения, которые реализуются как у нас в городе, так и в нашем крае – это идеи наших студентов, идеи наших преподавателей и так далее. А для города, я бы сказал, для предприятий мы реализуем очень много проектов. Ну, например, для завода механических прессов мы разрабатывали систему локальных очистных сооружений для их нового линии по катафорезному грунту. То есть мы заботимся об экологии, которая будет в стоке. Кроме этого, для города у нас недавно закончился строительство, вернее, ремонт моста около Нового рынка. Да, и сейчас строится развязка в Зиногорском тракте. Все пути обхода, объезда и так далее – это результат деятельности наших специалистов, анализы, и они разрабатывают все эти. Их можно ругать сколько угодно, и многие так делают, да. Но, с другой стороны, на мой взгляд, они делают наиболее оптимальные вот эти вот процессы. Но вернемся к нашему проекту, который, как считаю, самый крупный. Это то, что у нас Павел КамАЗ. Здесь можно сказать, что это не только для города, края, это для всей страны. Ну, у нас ежегодно и сообщения идут о пожарах лесных. И вот наша разработка, вот эти два лесных трактора, которые, они, прежде всего, нужны для того, чтобы восстанавливать эти леса. Или после вот этих палов производить вырубку именно подпаленного и так далее леса. То есть мы не для заготовки леса изготовили, придумали детектора, а именно для того, чтобы их восстанавливать. Я считаю, что вот этот проект для края и России наиболее интересный, который был реализован в последние годы в нашем лызе. На этой неделе Белокуриха стала центром проведения всероссийских соревнований по горным лыжам. Здесь проходил слаломный этап Кубка России. Лучшие горнолыжники нашей страны и Беларуси на склонах алтайского города-курорта соревновались в течение двух дней. Алтайский край представляли семь спортсменов. На кубковых заездах финального дня землякам, к сожалению, не удалось завоевать медали. Но в первый день соревнований профессиональной серии «Про» нашим спортсменам удалось дважды попасть на пьедестал почета. Вероника Цупикова выиграла бронзу, Семен Ефимов – золото. Поздравляем! Продолжение следует...